Библейские цифры. Кто-то записывал? А зря, потому что запомнить это было невозможно. Я пытался, но надо было быстро записывать, потому что цифр было очень много, они были достаточно интересные. Ну, это для тех, кто действительно интересуется родословиями. Вы запомнили, да? Восстановить кто-то сможет все это? Действительно, эти цифры не дают нам как бы более живое понимание истории, которая была с нашими праотцами. Мы больше можем вникнуть в то, как выглядели эти люди, сколько им было лет, как они живы, что творилось в их семьях. И мне говорят, что... Ну, Яков был достаточно молодым парнем, когда он женился, ему было уже там за восемьдесят. По тем временам он был просто молодым мужу, там они жили столько лет, восемьдесят, это вообще не возраст, был молодым. Я не совсем соглашаюсь с этим, потому что, когда он говорит о своих детях, то он говорит, что это, ну, мальчик, который родился, когда ему девяносто, он говорит, был сын старости. Старости. Он не считал себя сам молодым парнем, он говорил, это сын старости. Правда, меня интересует, Рувим, который родился, когда ему было восемьдесят четыре, это что, сын молодости был? Такие просто размышления, знаете, когда понимаешь, что между детьми, там, шесть лет, этого он любит, потому что это сын старости, и это тогда кто? Ну, как-то не совсем понятно. В общем-то, сегодня у нас служение такое, тайны, цифры, я буду про тайны говорить, вы любите про тайны? Да, вот, про цифры было, теперь про тайны начнем говорить. Тайное домостроительство, что-то, читали вы такое, да? Тайное домостроительство. У меня дома проходит домашняя группа, и, в общем-то, меня не было на одном из собраний моих домашней группы, я приехал через неделю. И, в мое отсутствие, они читали первую, вторую главу Ефесян. Когда я приехал, мне предложили продолжить чтение, ну, третья глава Ефесянам. У них по расписанию было. И начали читать третью главу. «Для сего я, Павел, садился узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». И тогда, ну, я членом своей домашней группы спросил, а о чем выше он писал кратко? Знаете, ну, вроде все понятно, когда читаешь, никаких вопросов не возникает. А когда приезжает другой человек и спрашивает, а что там было написано? Ну, мне предложили, говорит, давай прочитаем с первой главы. Я говорю, нет, мне просто можно своими словами передать, о чем он выше писал кратко. Ну, тогда, говорит, давай мы тебе со второй главы прочитаем. Я говорю, да нет, своими словами, у меня тайну, объясните, и все, я отцеплюсь. Ну, что вы? Ну, начали разбираться, что там написано в первой, в второй главе. Я говорю, кстати, наверное, о той же тайне он писал и в римлянах в одиннадцатой главе. Они говорят, чего? Я говорю, ну, про ту же самую тайну и в римлянах одиннадцатой. Ну, разошлись на неделю, попытались разобраться, ну, еще пару недель разбирались, каким же образом ефесян, тайна открытая в ефесянах, совпадает с тайной, открытой в одиннадцатой главе послания к римлянам. Я понял, что, в общем-то, неплохо будет пообщаться с вами в вашем понимании тайна. Ну, вы же любите тайну. Как-то живее реакция, чем на деньги, я вам скажу так. С тайнами как-то у вас лучше, чем с деньгами. Ну, я думаю, что все, в общем-то, сделали ту часть, и этой. Я попробую начать читать, пожалуй, с первого стиха одиннадцатой главы послания к римлянам. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушены, а остался я один, и мои души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не было уже благодатью, если по делам, это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Вот этот вопрос. Израиль чего искал, того не получил. А чего искал Израиль? Вы знаете, и послание апостола Павла к римлянам в общем-то говорит, а чего искал Израиль. Что же скажем, я читаю уже девятую главу, немножко раньше, потом мы вернемся к одиннадцатой. Что же скажем, язычники не искавшие праведности получили праведность, праведность от веры, это тридцатый стих. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности, хороший стих, да? Ну понятно, Бог избрал язычников, они не искали, были богопротивниками, им были далеко, но Бог в общем-то нашел, а Израиль, искавший закона, а вы мне не подскажете исторический момент, когда Израиль именно начал искать закон о праведности? Когда получил закон, начал искать? А смысл искать, если он его уже получил? Знаете, когда я смотрю на исход, я понимаю, что, ну на самом деле эти ребята, которые вышли из Египта, не шли по пустыне и город, где этот закон? Как-то нам тоскливо без закона, да? Нужен какой-то закон, причем закон праведности. Вы встречали людей на улице, которые там ходят и ищут закон праведности? Встречали? Нет? 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 Когда вы начинаете им говорить о праведности, о грехах, они чаще его спрашивают, вы о чем это? Что это такое? Я так неплохой в себе человек, я никого не убил, не украл ничего. Люди обычно не среднестатистических гражданин обычно не занимаются поиском законов праведности, в общем-то не все верующие ищут их. Главное зачем? Вам дана праведность через веру, а Израиль, искавшись закона праведности, не достиг до закона праведности, потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись от камень преткновения. Как написано, вот полагаем сегодня камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Амэн, аллилуйя так сказал. И вот вопрос, а почему же Израиль искал некого закона и не нашел его? в делах искали, а мы же с вами никогда, да? Мы же не Израиль практически. Так мы ищем закон о праведности или нет? Я вам расскажу такую историю. Как-то я начал задумываться, одинаково ли я прихожу к Творцу, когда у меня день задался? Ну это когда, когда у нас день задался? Когда встали вовремя, успели помолиться, вы молитесь с утра? Как-то живее еще начали отвечать, даже живее, чем про тайну. Да. Ну и вот вы помолились с утра, все хорошо, пошли, по дороге успели сделать доброе дело, старушку перевели через улицу, понесли кому-то сумку. Вот так вот как-то, с добрыми делами сложилось, да? И на работе как-то день задался, все получилось, вечером пришли, опять на молитву, ну и как себя чувствуете? Хорошо? Отлично! А вот в другой день, как-то день не задался, проспали. Не бывает такого? Бывает, некоторые смеются активно, но видно часто это делают. И как-то не получилось с утра помолиться, ну понятно, поскольку проспали, спешили, бабушку через дорогу не перевели, сумку не поднесли, ну как-то так. И день какой-то такой был, знаете, ничего не получилось, на работе с кем-то поругались, а вечером вот это надо остановиться и молиться. Как состояние? Никак. А вот вопрос, на основании чего вы приходите к Богу? На основании своих дел или чего-то другого? А, ну а почему же тогда никак? Каким-то образом мы в себе связываем наше поведение и состояние, когда мы решаем прийти к Богу. И в общем-то нам удобнее основываться на своих делах. это понятней штука, но только вот в чем проблема. Никогда нельзя достигнуть совершенства. Потому что если вы сегодня помолились 15 минут, а завтра 20, то вы уже понимаете, что 15 маловато будет. уже не та праведность. А если вам удалось это проделать в течение получаса, то потом планка в 20 минут вообще не котируется. И таким образом ваша планка праведности будет все время подниматься, подниматься и подниматься. А если упаси Боже, вам придется встретиться с Шедловским, который расскажет сколько он молится. Вы уже понимаете, что ну просто не с чем предстать перед Богом. То есть есть величины, куда стремиться и стремиться. И вот здесь то, что было написано в следующей главе, дает нам некоторое представление. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израилево спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией усилились поставить собственную праведность. Они не покорились праведности Божией. Потому что цель закона Христос к праведности всякого верующего. И это тяжело понять. Как я независимо от своего поведения могу спокойно предстоять перед лицом престола милости и благодати. На основании того, что он сделал, а не я. Это то, что было тяжело понять евреям. Как Бог избирает язычников, скажем, тех людей, которые вообще не задумывались о праведности. Он избирает них, оправдывает через веру. Он говорит, так неправильно. Слушайте, они должны стать под закон. Должны стать такими же, как и мы. И тогда, может быть, что-то произойдет в их жизни. А вот так вот просто поверил и все, это неправильно. И это наша собственная праведность. А праведность от веры, которая приходит с небес, она совсем другая. Понятно, да? И это было, в общем-то, достаточно тяжело понимать евреям. Ну, им тяжело было, знаете. Некоторые вещи в их голову тяжело помещаются. И когда мы сегодня читаем, то нам спустя две тысячи лет кажется, ну а что тут непонятного? Ну, все же так и ясно. Но те люди, они жили в другое время и в других представлениях. И они понимали совсем по-другому, как должно было бы быть. Потому что даже понятие спасения в их представлении выглядело не так, как представляем на сегодняшний день мы. Потому что спасение в глазах иудеев это избавление от физического рабства. Они хорошо понимали, потому что у них был пример исхода из Египта. Они понимали, как выглядело спасение. Вывели. Дали денег на дорогу. Исцелили. Ну, так как-то нормально. А потом еще ввели в землю, где течет молоко и мед. Вот так как-то нормально. Какое должно быть исцеление? А. Всех, кто меня гнобит, их надо убрать. Желательно наказать. Ну, так нормально, как тогда было. Чтобы уже сомнений не осталось, что Бог действительно не любит этих подонков, которые над нами снущаются. Второе. Ну, денег, понятное дело. Третье. Исцеление. А потом неплохую землю, в которой, ну, как минимум течет молоко и мед. Ну, как-то вот так. План спасения такой. И когда мы читаем пророчество в Новом Завете. Для чего пришел Иоанн? Там написано, уразуметь спасение в прощении грехов. Совсем другая вещь. Иоанн предстоял перед лицом Ишуа для того, чтобы дать уразуметь спасение в прощении грехов. И сегодня для нас уже это понятно. Но на тот момент времени не всем евреям это было понятно. И ученикам. Они спрашивали его. Ну, хорошо. Ты когда вообще восстановишь царство Израиля? Что их интересовало? Восстановление царства. Ну, то есть они понимали, как должно быть спасение. Как должно быть избавление? Ну, вот как-то он должен восстановить царство. Ну, и потом понятно порядок навести вокруг. Но уразуметь спасение в прощении грехов тяжеловато. Ну, сегодня нам новозаветним верующим понятно это легко. Итак, что же Израиль, чего искал, того не получил? Избранные получили, а прочие ожесточились. Как написано, дал им дух усыпления глаза, которыми видят и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тинетами и петлею в возмездии им. Да помолчатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их будет согбен навсегда. Так спрашиваю, неужели приткнулись, чтобы совсем отпасть? Читаю, вообще, вот вроде согбен навсегда. А потом спрашиваю, слушайте, а что, живут такие навсегда? Зачем он говорит, так будет с ними навсегда, а потом он говорит, что они отпали, чтобы отпасть навсегда? Он говорит, нет. Очевидно, мы не всегда. Потому что, когда читают эти места Писания, в общем-то, некоторые новозаветные верующие, говорят, ну все, что вы не читаете, навсегда, все. Закрыли, пропали, все, отверх он. И здесь Павел спрашивает, и так спрашиваю, неужели приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но отпадение спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Знаете, я читал, когда книгу Искотт, там есть такая история, когда часть казни проходит, и Бог говорит, послушайте, я ожесточил его, чтобы ты рассказал сыну, сына твоего. И я понимаю, что Бог это сделал, но чтобы евреям было чего детям рассказывать. Ну там написано так, да? Говорит, я это все сделал, чтобы ты рассказывал своим детям, и тогда поймешь, что я Бог. Здесь мы читаем, что Бог, Он спасает все народы для того, чтобы возбудить ревность евреев. Говорит, послушайте, большинство из вас спасены для того, чтобы возбудить в ревность евреях. Если же падение их богатству миру и искудение их богатства язычникам, тем более полнота им. Вам, говорю язычники, как апостолы язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сородниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них. Сам апостол Павел говорит, послушайте, я несу это служение. Ну знаете, на кого я смотрю? На кого? Сородников моих по плоти. Говорит, я вот на этих смотрю. И вообще, я это все затеял, чтобы спасти некоторых, хотя бы из евреев. И на сегодняшний день, в общем-то, это нормальный здоровый вызов христианству. Наша жизнь, наше охождение перед Богом, возбуждает ли зависть у евреев? Они видят ли чудеса, знамения, нашу чистую, богобоязненную жизнь, чтобы сказать, слушайте, что-то с этими ребятами не так. Судя по всему, Бог с ними, а не с нами. Потому что, если Бог с ними, понятно, почему чудеса, понятно, почему знамения, понятно. То есть, наша жизнь, она должна сопровождаться чем-то. Ну, написано, в общем-то, уверовавшись, будут сопровождаться и знамения. Потому что, когда мы смотрим на Гедеона, когда ангел приходит к нему, говорит, ну, ты муж сильный. Смотрю, мужик такой сильный спрятался, чтобы никто не видел, вточили и веет. Он говорит, я не понял вам немного, если я сильный и Бог со мной, то почему я здесь? Какой? Гедеон видел какое-то несоответствие, потому что он представлял, что если Бог со мной, то я совсем должен выглядеть по-другому. Я должен находиться в другом месте, и занятия у меня немного должны были быть другие. И сегодня это нормальный вопрос, Бог с нами или нет? А если Он с нами, то где эти чудеса, знамения? И по милости Божьей мы знаем, свидетельство Божьей славы, которое происходит, ну, с людьми, которые рядом с нами. Но и должно быть еще больше. Слава, проявленная слава Божьей, проявленное присутствие Божьего, оно должно быть сегодня в обильной мере присутствовать в церкви, чтобы возбудить ревность в евреях. Понятно, да? А в ответ тишина. Хорошо, я просто хотел узнать. Если в начатах свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал сообщником корня и сока маслины. Очень интересное местописание. Вы знаете, я знаю, как люди его воспринимают. Все, вы отломились, а мы привились. Ну что, евреи же отломились, вы же не читаете? Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал сообщником корня и сока. Что, отломились? Да, тут и написано, что не все, кстати. Тут и написано, что оказывается, отломились не все и привились между. Новые ветви, они привились между. Не все и мы на их место. А некоторые отломились и новые ветви прививаются между ними. То не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Опять, у некоторых создается впечатление, что ветви имеются в виду, извините меня, все. Почему? Потому что мы, читая Новый Завет, иногда слышим, что Израиль, что сделал? Отверг. А мы, значит, приняли. Но здесь написано, что не весь Израиль отверг, а часть Израиля отвергла. Да, эта часть была достаточно большой, но была та часть, избранная Богом, которая не отвергла. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость строго Божию к отпадшим и благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Интересно, на то же место или на другое? Я думаю, что на другое, потому что туда кто-то был уже привит. И, в общем-то, есть, есть место для всех, и тех, которых не было раньше, и те, которые отпали, Бог силен привить их опять. И дальше. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Ну, я обещал про тайну, правда? Дошли до тайны. В чем же тайна? Чтобы вы не мечтали о себе, ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет, ну, полное число язычников или полнота язычников. Полнота – это не совсем число. Это качество, некое качество. Когда мы говорим полнота, полное число, то получается раз, два, три, четыре. О, вот этот последний, все, дальше все закончилось. Когда мы говорим полное число, то надо проповедовать, и Бог на небе сидит и считает. Так, вот это вот до этого, да, а после этого язычников, все, время закончилось. Все. И, значит, тут у нас достаточно простая задача – собраться, быстро пробежаться по всей земле, насобирать вот это количество. И как только мы насобираем нужное количество язычников, все, он придет и скажет, все, выполнили задачу, все, вот это нужное число набрали, поэтому я уже пришел. Но когда речь идет о полноте, то это уже некое, не количество, качество. И полнота – более сложное понятие. И в этом есть некая, извините меня, тайна. И здесь Павел объясняет понимание своей тайны. И мы посмотрим в Ефесянах, о том же ли он говорит. И так весь Израиль спасется. Ой, это вообще труба вообще, а как это? И некоторые говорят, ну послушайте, он же обещал, что весь спасется? Его обещание? Ну все, так пускай он этим и занимается. Он обещал, пускай он и делает. Кто такой весь Израиль – тоже вопрос хороший. Кто такой весь Израиль? Колено, согласен, какое? С коленами Израиля – это вообще запутанный вопрос, я вообще, честно говоря, не понимаю. Как он восстановит эти колена, которые попали в рассеяние теперь неизвестно где. Потому что на сегодняшний день, в общем-то, все евреи относятся к колену Иуды, Левия и Венемина. А где остальные? Ну написано, что будет все нормально. Он их найдет. Поэтому, если про колено, то я затрудняюсь. Очень любопытно, очень любопытно, говорит к нам Ниеме. Вы знаете, сколько евреев вышло из Вавилонского пленения? Сколько? 360. Ну, на сегодняшний день цифр. Вы же помните. Все же стартовала с цифр. 42-360. Это седьмая глава, 66-й стих. Ниеме. Все общество вместе состояло из 42 тысяч 360 человек. Извините, по-моему, маловато будет. Да? Или нормальное количество? В Вавилоне осталось больше или меньше? Намного больше. Некоторые говорят, что там их было несколько миллионов. Ну, мягко говоря, вот это число маловато. Но давайте посмотрим в последний стих. 73-й. И стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи. И кто там жил? Упс. Весь Израиль. Оказывается, только та часть Израиля, которая последовала за Богом, стала называться весь Израиль. Итак, весь Израиль спасется. Да, тот Израиль, который примет своего Мессию, тот спасется. Тот Израиль, который пойдет за своим Богом, тот спасется. Не по праву рождения, хотя мы родились сынами царства. Но, написано, что сыны царства будут извержены. Вот. А многие придут с востока и запада, и там окажутся в царстве. Хотя они не были рождены там. Но по вере в Иешуа, Машеха, они оказались в царстве Божьем. И тот Израиль, который примет своего Мессию, тот будет весь Израиль. А кто отвергнет, извините меня. Израиль был призван для того, чтобы стать народом священников. Чтобы служить своему Творцу. Он был отделен для этой цели. А не для того, чтобы угождать себе и своим похотям. Аминь. Аминь. Итак, весь Израиль спасется. Как написано, придет Сиона, Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Какой это завет? Новый. Да, это новый завет. И Бог обещает Израилю спасение в новом, извините меня, завете. Он не говорит о каком-то отдельном завете. Он говорит, это есть завет мой. Что я спасу их. Весь Израиль. Что сделает? Спасется. Но теперь вопрос, а кто Израиль? И это непонимание такое, что сначала придет полное число язычников, а потом Бог займется своей работой, и нравится им или нет, Он их спасет. Это не так. Когда наступит полнота, Он вернется за своей церковью. Но и до этого евреи должны спасаться. Они должны приходить в царство. И церковь не будет полной, извините меня. Не наступит полнота без евреев. Как в свое время не было полноты в церкви без верующих из язычников. Это тайна. Тайна домостроительства. Знаете, что такое тайна домостроительства? Вот этот дом как-то был построен. Строители есть? Среди нас есть строители? Есть, отлично. Могу вам сказать, они больше понимают, чем мы с вами. Как это все здесь построено. Они знают, ну, то что для нас является тайной, то для них понятно, как это все построено. И если кому-то из нас дать возможность построить такое здание, то навряд ли у нас получится. Нам нужны профессиональные строители. Нам нужно знать эти тайны. И Павел говорит, что ему через откровение открыта эта тайна, что он из двух создал... Из кого? Из двух. И вот это непонятно. Непонятно, вы знаете, было прежде всего кому? Евреям, да. Странно, правда, Павел писал верующим не за язычников, а непонятно было евреям. Я удивляюсь, иногда Павел, он как-то так странно выражает свои мысли. Надо объяснять евреям, а он объясняет верующим не за язычникам, чтобы они, наверное, потом объяснили. Есть некая проблема. Вы знаете, когда вы проповедуете верующим не за язычникам, а какая им разница про этих евреев? Их интересуют эти тайны? Их интересует Евангелие, которое обращено к ним. И они его принимают вообще достаточно легко и просто. Евреи говорят, а эти что здесь делают? Ну, все понятно, все хорошо, ну да, к нам понятно, ну да, у нас заветы, обетования, а эти что здесь делают? Ну, не шутка, у нас есть друг Сеня. Ребе Семен из Кишинева. К нему пришли евреи, хорошие евреи пришли. Через некоторое время их стало там нормальное количество каких-то синагогальных евреев. Они спросили, а молдаване что здесь делают? Это, говорят, вообще еврейская община, что здесь делают молдаване? Давайте их отсюда. И нужно объяснять, что, слушайте, ну мы понимаем, но это тайна, для вас тяжело понять. Но молдаване, нам тут тоже есть место. Мы, говорят, не, подождите, община какая? Что здесь делают молдаване? Мы, говорят, не понимаем. Для людей, послушайте, для людей иногда непонятно. Часто, зачастую, ну, новозаветным верующим из церкви нужно объяснять, при чем здесь евреи и кому нужны еврейские общины. Ну, такое тоже бывает. Когда спрашивают, ребята, ну, слушайте, не морщите голову, приходите в нормальную церковь и к чему это все надо? Для некоторых сегодня это тоже тайна. Ну, слушайте, оказывается, здесь есть некая тайна домостроительства. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными. Так называемые обрезаны плотским обрезанием, это 2 глава с 11 стиха послания к Ефесянам. Чтобы вы были в то время без Христа, чуждены от общества израильского, чуждых заветов, обетования, вы не имели надежды и были безвожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовую. Мы станем близкими кровью Христовую кому? К евреям, к обществу израильскому. И здесь есть некая проблема в понимании этого местописания. Потому что до наступления Нового Завета существовало две категории населения на земле. Только две. Евреи и все остальные. Ну, как вот так вот. Ну, народы, Гаим. Один народ и все остальные. Понятно, да? Ну, их до сегодняшнего дня называют евреи Гои. Понятно, да? То есть все остальные. Был один настоящий и все остальные. Но с наступлением Нового Завета ситуация несколько усложнилась. Уже стало не две, а четыре категории. Были евреи, которые не приняли своего Мессию. И евреи, которые приняли Мессию. Были верующие из язычников, которые приняли Мессию обещанного Израилю. И были, ну, в общем-то, извините меня, ну, те Гои. Ну, все остальные. И когда мы читаем это местописание, нужно понимать, о ком идет речь. Потому что, если мы говорим об обществе израильском. И говорим о том, что, ну, там что-то было разрушенное. И они куда-то стали близкими. То я часто спрашиваю, а вы никогда не пробовали зайти в синагу и сказать. Братья мои-то сестры. Вы шо? Бритхадыша не читали? Мы же близкие. Мы к вам стали такими близкими и родными. Я не думаю, что вам дадут договорить до конца. Вот те, к кому вы стали близкими, скорее всего, вас оттуда попросят удалиться. Почему? Ну, и в Новом же Завете написано, что мы стали близкими. Вы шо, не понимаете? Говорят, вы никакие книжки читаете. Мы с вами читаем разные книги. И мы видим, что если понимать это так, что мы стали близкие вот к тем ребятам. Ну, не получается. Тогда получается, что Писание не исполнилось. Но если мы понимаем, что здесь общество израильское, это та часть, которая последовала за своим Богом. Та часть, которая послушала слов пророка такого же, как Маше. Как ему было, в общем-то, обещано и повелели. Повелели. Вот эта часть, которой мы стали близкими. А та часть, которая не последовала за Богом, извините меня, она вас не примет. Почему? Потому что она другого мнения о том, что произошло в истории человечества. Итак, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих. Из обоих это из кого? Не язычников, извините меня. В народе Божьем не было, нет и навряд ли будет язычник. В народе Божьем может быть только верующий из язычников. Не могут быть язычники. Если вы не находитесь в церкви, в общине, и вы не еврей, то вы точно не язычник, потому что вы находитесь в общине Божьей. Вы верующий можете быть из язычников или верующий из евреев. Верующий в Мессию обещанному Дому Израиля и Дому Иуду. Понятно, о чем я говорю? То есть нельзя здесь понимать, что в принципе идет речь обо всех физических евреях. Нет. Здесь может идти речь только о верующих из евреев и верующих из язычников. Язычников. И Он есть мир наш, соделавший из верующих из язычников и верующих из евреев. Что? Одно. И разрушивший стоящую посреди преграду. Опять тут возникает вопрос, какая преграда? И одно из толкований на это место, что в храме была стена или преграда, которая отделяла двор язычников от двора народов. И во втором храме на четырех языках было написано, что если ты зайдешь за эту преграду, то ну короче сам виноват, что тебя убьют. Ну так, и на четырех языках, чтобы никто сказал, а я там не понимаю, что написано. Знаете, иногда люди пишут так, чтобы другие не понимали. Говорят, на международных выставках, на некоторых стендах есть надписи только на китайском языке. Ну что понимали только китайцы. И один мой знаком спросил, что там написано. Говорит, это для китайцев. Говорит, ну а что написали? Говорит, не фотографировать. Ну всем остальным можно, а китайцам нет. Потому что известно, что будет, если сфотографировать это китайцы. А всем остальным, пожалуйста, все равно вы не сделаете. Так евреи писали на четырех языках, чтобы все точно могли прочитать. Что если вы туда пойдете, ну сами виноваты. И вот здесь была некая проблема. Потому что в двор народов мог зайти только евреи. И не важно, что вы были верующим. Не важно в том, что вы пришли к Богу Аврааму Цхака Якова. Извините, вы можете дойти вот сюда. А дальше могут только они. И они заходили в двор народов. Они приносили жертвы. А дальше могли идти только священники. А дальше раз в год мог пройти только первосвященник. То есть был некий путь. И на этом пути были некоторые преграды. Преграда была для народов. Преграда была для священников. Преграда была для первосвященника. То есть мог пройти только народ. Могли пройти только священники. И мог пройти только первосвященник. На пути в святая святых были определенные преграды. И мы знаем о том, что была разорвана завеса. Которая указывалась, что теперь открыть свободный доступ в святая святых. Но и для верующих из язычников была разрушена эта преграда. Бог показывает, что теперь любой, независимо от рождения, может приближаться к нему. Дорога к престолу милости и благодати открыта. Но вы знаете, преграда внешняя, она все равно остается. Она не разрушена, она все нормально, с ней все хорошо. Я часто спрашиваю, скажите пожалуйста, евреи открытое общество или закрытое? Закрытое, спасибо. А христианство, как таковая религия, открытое или закрытое? Открытое, большое спасибо. Я так и думал. Ну понятно, с евреями все понятно, они же плохие. А добрые христиане, они же открытые ко всем, а евреи, знаешь, закрытые. Ну тут все хорошо. Скажите, пожалуйста. Еврейское общество принимает тех, кто хулит Богом? Не принимает. А христианство? Тоже нет, да? Скажите, пожалуйста, а на определенных условиях вы можете войти в еврейское общество? А христианство принимает всех без разбора, да? Тоже на определенных условиях, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, евреи признают смешанные браки? Нет. А христианство, извините меня? Смешанные браки евреев и не евреев не признаются, а христиан и вы не христиан? Нет, тоже не признают. Ну, странно. А при этом еврейское общество закрытое, а христиане открытое. Ну, такая странная как-то у нас логика. В народе Божьем есть определенные условия. Если вы их не собираетесь выполнять, то это общество вас будет отвергать. Ну, читайте Тору. Если вы не почитаете родителей, хулите их, хулите Бога, что должны были сделать? Сказать, ну, молодец, ты все равно еврей. Можешь делать, что хочешь. Или это общество должно было быть. Ну, какая-то реакция. На сегодняшний день мы не принимаем блудников и прелюбодеев, которые называют себя христианами. Мы принимаем блудников и прелюбодеев, которые каются, исповедуют свои грехи и хотят сказать, что мы хотим оставить это и стать верующим. Понятно, о чем я говорю? То есть наше общество открыто на определенных условиях. У нас есть определенные требования. И эти требования мы читаем в Библии. Как в Ну, так и в Танахе. И это, ну, в общем-то, остается до сегодняшнего дня. Есть внешняя преграда, отделяющая нас от этого общества. Потому что нельзя, чтобы было, ну, в общем-то, заходи кто хочет и делай, что хочет. Тогда это не будет общество Господне. Понятно, о чем я говорю? То есть общество еврейское открывается на определенных условиях и отторгает тоже при несоблюдении определенных условий. Но и христианское общество принимает людей на определенных условиях и отторгает, если эти условия не соблюдаются. Здесь понятно, что эти два общества – это модель Божья. И она, ну, в общем-то, отличается условиями, но в принципе при этом сохраняется. Итак, он есть мир наш, соделавший из обоих одной и разрушивший стоящую посреди преграды, упразднив вражду плоти своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир. Из двух – это верующих из евреев и верующих из язычников. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие, и те – это кто? Верующие из язычников и верующие из евреев имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие. Ну, а это уже относится не к верующим из евреев. Он уже обращается опять к верующим из язычников и говорит. Вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание слагается, стройно возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьего Духа. Странно, но апостол Павел здесь приводит сравнение со зданием. И он говорит, что это здание, оно состоит из нас и устрояется из нас Духом Божьим. Из нас, как верующих из евреев, так верующих из язычников. Для сего я, Павел, садился узликом Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве, благодатья Божьей данным не для вас. И он говорит, что он начал подвязаться за неких людей, потому что он знает о тайне домостроительства. Тайне домостроительства благодати Божьей. Что ему известно, как это здание устроено, как оно строится. И вы знаете, что в этом здании должны присутствовать два вида материалов. Как верующие из язычников, так верующие из евреев. И вы знаете, если используются два вида материалов и одного не будет хватать, то здание, извините, построить не получится. И того, и того вида материалов должно быть равное количество. Ну или какая-то пропорция должна быть соблюдена. Потому что если не будет хватать, то здание не будет построено. А если здание не будет построено, то придет он. Нет. И он говорит, ребята, должна наступить полнота. Вы должны состояться, как здание цельное, в котором присутствуют и те, и другие. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Она была, но она не была понятна. Когда мы читаем Танах, то мы можем встретить места, в которых упоминаются все остальные народы. Можем? Но они непонятны. Когда апостолы видели Ешо, когда он им говорил, разговаривал, они понимали, что он... Ну, это только касается кого? Исключительно евреев. И он пришел и говорит, я апостолам только... Погибшим омцам дома какого? Израиль. И когда он сказал, идите и проповедуйте до конца земли, они понимали, ну вот, Израиль. Есть край. И вот это и есть конец земли. Никто даже не собирался идти куда-то дальше и проповедовать. Дальше. Апостолы начали проповедовать не только евреям. И вот эта тайна, которая была... И от... И на сегодняшний день, к сожалению, эта тайна иногда не понимается как одними, так и другими. Но я думаю, что уже настает время, когда мы можем говорить об этой тайне домостроительства, проповедовать о этой тайне домостроительства. И это не то, что евреи, они лучшие. Они неполноценные без верующих из язычников. Точно так же, как верующие из язычников должны понимать, что они неполноценные, без верующих из евреев. И тогда, когда мы будем это понимать, то в нашем доме наступит полнота. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...